Приветствую вас, дорогие любители кино! Накануне Дня Оружейника вспоминаем фильмы, в которых говорится о тульском оружии и мастерах, создававших его в разное время. А для зрителей, которые внимательно смотрят наши выпуски и активно отвечают на наши вопросы, мы приготовили комплимент от кинотеатра «Киносити». Старейший, известнейший, легендарный, и все это о тульском оружейном заводе. Предприятие основал Петр I в 1712 году. Фильм режиссера Владимира Петрова, который так и называется «Петр I», подробно рассказывает о времени, в котором зародилась слава тульского оружия. Картина, созданная в 1937 году, подробно рассказывает о том, каким человеком был царь Петр. В фильме снимались Николай Симонов, Николай Черкасов, Алла Тарасова и Михаил Жак. А знаете ли вы, что первая русская винтовка была создана на тульском оружейном заводе? Документальный фильм «Пешком Тула Железная» был создан телеканалом «Культура» в 2018 году. Стилистически он больше похож на экскурсию, которую для зрителей проводит ведущий Михаил Жебрак. Из фильма становится понятно, почему Тулу, где жили прославленные династии Баташовых и Демидовых, и легендарный мастер Левша считают железным городом. На тульском оружейном заводе ковалась слава русского оружия для побед в крупнейших войнах и сражениях. В цехах Тулы создавались легендарные наганы, максимы, трехлинейки системы Мосина и пистолеты ТТ. Картина «Забытых подвигов не бывает» рассказывает о героизме солдат, сражавшихся за независимость нашего города во время Великой Отечественной войны. В фильме архивные кадры перемежаются с реконструированными, а интервью ветеранов с рассказами известных людей современности. Знаете ли вы, что пулемет «Максим» был назван в честь конструктора Хайрена Стивена Максима? Это оружие производили на Тульском оружейном заводе до 1945 года. Документальный фильм «Ударная сила пушечных дел мастер» режиссера Владимира Соколова посвящен памяти величайшего конструктора-оружейника Василия Петровича Грязева. Созданный телекомпанией «Останкино» фильм включает интервью хорошо знавших Василия Грязева людей, в том числе его друга и соратника Аркадия Шипунова и сына прославленного мастера Михаила Васильевича Грязева, ректора Тулгу. Сегодня мы говорили о фильмах про тульское оружие и оружейников, а в следующих выпусках поговорим о фильмах, снятых на тульской земле. А сейчас разыграем карты скидок от кинотеатра «Киносити». Их получат первые три счастливчика, правильно ответившие на наши вопросы. Первый вопрос. В каком году был основан Тульский оружейный завод? Второй вопрос. В честь кого назван пулемет «Максим»? Третий вопрос. Как звали конструктора, который вместе с Василием Грязевым разрабатывал оружие? Пишите ответы на вопросы под этим видео в группе ВК «Центр развития кино» и первые три счастливчика, написавшие правильный ответ, получат карту скидок от кинотеатра «Киносити». А мы с вами прощаемся. До свидания. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok